Сейчас в банке находимся, вот карточка Юмани не принимается, карточка Сбербанка не принимается, вот карточка Озона принимается, нам сказали. Так что у кого были покупки, вот как раз карточка Озона, то сейчас и сидим разбираемся, чтобы перевод сделать в Вьетнам. Соответственно, вначале Озоновскую карточку пополнить, я ее через Сбербанк пополняю, туда деньги перейдут, а потом я уже перевод сделаю. В общем, перевести получилось просто, как я со Сбербанк перевел на Озон, на Озоне, соответственно, надо будет код, вот пришел, все, деньги я перевел, написано. Теперь мы пришли в Востбанк, нам дали такую бумажку, вот ее надо теперь заполнить и получить перевод. Там номер перевода у меня есть, в самом предложении. В общем, вам надо заполнить вот этот бланк на английском языке, здесь полное имя, ну, фамилию и имя я написал, потом дату своего рождения, теперь номер, телефонные переводы, да, который был, потому что, чтобы перевести, вам надо номер забить. Я забивал российский номер, не вьетнамский, а российский. С российского на российский номер, так что это его сейчас заполнить. Сейчас, ну, нам сказали, типа, номер вьетнамский записывайте, я говорю, нету, я роумингом пользуюсь. Он говорит, да, записывайте тогда российский. Там написано citizen ship, это российское, кстати, лучшее. Ну, соответственно, все на английском языке. Теперь следующее, там, где написано ID, Type and Details, надо писать номер паспорта, загранпаспорта. Ну, соответственно, здесь люди все помогают, банки, поэтому не проблема вообще. А, дата выдачи. Следующий идет дата выдачи. Записывать. Это еще дейт. Там нам написано дату выдачи. Дальше expired date. Это, наверное, когда заканчивается. Да, так, окончание срока expired date. Так, теперь адрес. Вот там, где написано адрес, надо писать адрес проживания вот здесь, в Вьетнаме. Мы в Нячанге, и мы написали... У нас как отель называется? Soul Flowers. Ну, мы не писали имя, мы писали только адрес. Там 112, дробь 12. Хонанг, Хоатры, Тхерб и Нячанг там написали. В общем, просто на годе адрес он указан, поэтому его можно просто скопировать. То есть, это списать. Либо заранее об этом надо позаботиться, какой у вас адрес, где вы проживаете. Сэндерс Детейлс. Сэндерс Детейлс. Что это? Да, отправителям вам надо писать. А, в себя, то есть? В себя. Но я себя отправил? Да, сам себе и отправил. Окей. Все получается. Там, где написано Сэндерс Детейлс, это сам себе и пишешь. Полное имя. Ну, все то же самое, дублируешь практически, кроме адреса. И номер надо указать в России. А у меня и там, и там российский. А-а-а. Через роминг. Анташ удивился, говорит, вьетнамский мне. Я говорю, у меня только российский, а ромингом пользуются. Он говорит, хорошо, пишите. В графе, там где Сэндерс Детейлс, там где адрес, там пишется только Санкт-Петербург. Дальше ниже написано Тхонг Тим Чи. На английском получается Манни Трансфер Детейлс. И вот до графа Total Amount to Receive пишется 100. Дальше где Куранти, пишется USD, потому что мы в долларах получаем. Ливинг, живите. Так, просто, взять ливинг, хорошо? Здесь просто ливинг? Да, тут спрашивают, зачем вы перевели ливинг. А, для того, чтобы я живу здесь. А, это просто ливинг. Ливинг и сады. В общем, где Propose of Transaction? Здесь просто надо указать причины перевода. Ливинг. А, окей. Транскрипцию, хамеле имя просто на английском. Понятно. Ну, просто то же самое, что и здесь. Да, ну, как вы расписывайтесь в Москве и пишите помимо и инициалы. В общем, там, где подпись, надо еще инициалы. Вы из Москвы, да? Да, из Москвы. В общем, там, где подпись, надо еще снизу подписать свою фамилию и имя своей рукой, соответственно. И все, в принципе, готово. Мы попросим сейчас копию. Попросили копию, чтобы потом не путать. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Трансфер номер. А, вот здесь еще где трансфер номер, надо написать тот заказ, который у вас должен быть на приложении. Сейчас мы его найдем. В общем, номер нужно написать. У меня получается одиннадцатизначный номер. Это который отображается в короне. И вот она забрала паспорт, вот эту бумажку. И все, сейчас нам нужно деньги отдать. Я переводил, получается, 100 долларов. Заплатилась за них, сейчас скажу. Копия дали. Это очень хорошая, очень удобная. Получается, у меня по карте прошло 8568,59 рубля. Это 100 долларов. Получается, где-то курс 85 долларов. 85 рублей за доллар с копейками. Я попросил, соответственно, копию сделать. И пустой бланк, говорю, я дома заполнил все. Это удобнее. Пришел уже с заполненным бланком, получил деньги и пришел. Кстати, вот если посмотреть, сколько сейчас курс долга, получается 8423. Вот, она у нас получается 85,6 что ли с копейками. Ну, небольшая. Это, по-моему, самое выгодное все равно. Выгоднее, чем другие, там, криптовалюты, еще что-то вроде бы. А банк, вот он, называется, BBIDV. Вот он. А он как раз недалеко от нашего отеля находится. Вот, соответственно, его сайт. То есть вы отделение банков можете увидеть во Вьетнаме, где находится. И там получите деньги. Буквально тут прошло 5 минут. Сейчас мне сюда позвали. Сейчас сяду. Как-то они там разбираются. Как будто там где-то ошибка, не знаю. Что-то дописываю, что я не дописал. Подписать тоже мне дали бланк. Только там не только подписи, надо еще фамилию и имя. Вот она мне дала другой бланк. И, соответственно, здесь есть донгеры или донги. Другие, короче, бланки-то для заполнения. Еще бумаги надо писать какие-то, что-то здесь подписывать. А еще это пока не знаю, что еще говорить. В общем, здесь деньги дают только донгами. Донгеры здесь не получите. Получается, что они дают деньги только в донгах. Дали почки. По какому курсу ты сказала? 23,360 с чем? 23,360 с копиками. Так, а где написано? А, вот написано, смотрите, сколько я получил. 23,36,500 донгов. Это вот со 100 долларов. То есть она мне дала подписать. Раз синюю доношку, два синюю доношку, одна бланка. Одна синяя остается у меня. Белую и синюю, другую и одна. Так что здесь получается, переводите вы доллары. А доллары вы сразу меняете долги. Но курс я не могу сказать, что самый лучший. Но в принципе так нормально, терпимо. Ну вот и мы выходим. Покажу вам просто, где это место находится. Вот он находится. И работает он вот. Все равно. Вот большой вот этот банк. Вот. 60 сонгов. Разница? Да. Мы просто делали, недавно меняли деньги по курсу. То есть мы доллары меняли, 100 долларов, мы поменяли по курсу... 23,420. 23,420. А здесь банки, когда вы получаете, делаете перевод, у вас... 23,365. Да. Получается это чуть-чуть меньше. Ну и что, мы вчера ходили по сменникам, смотрели, что там в основном 23,320. А, ну примерно такой еще, да? Ну, весь даже. Да? Ну то есть это хороший курс. Средний, да, получается? Средний курс. 23,320 в основном. 65, как это было. Значит нам просто повезло, мы нашли место там, где какая-то фармацевтика. Они написали, что они меняют деньги. И у них там хороший курс. А так нам говорили до этого, что курс вообще хороший, если менять, то в ювелирках у них хороший курс. Да, есть. Здесь. Но мы что-то на ювелирках так и особо не нашли. Ну и здесь тогда никто не поможет. Здесь получается, ты рубли переводишь в доллары, во-первых, по завышенному курсу. Он, грубо говоря, 84, а ты его по 85 с копейками. А потом ты же не получаешь эти доллары, тебе их сразу в донги. То есть, чтобы тебе получить кэшем доллары, тебе надо теперь идти с этими донгами, тоже по чуть-чуть заниженному или среднему курсу, и уже менять на доллары. Они доллары не дают. Здесь, конечно, для россиянина в этом плане офигенно, потому что тебе не нужны доллары в принципе. Ты можешь переводить деньги с рублевого счета, и единственное, что вот Сбер не подошел, Юмани не подошел, поэтому надо оформить карточку Озон. И вот люди, которые рядом с нами были, они тоже Озон оформляли. То есть, они через Озон. Карточка Озон вполне себе комфортно получается. А где? Она у меня была, так как сделали покупки раньше с Озоном. Вот, там есть... В Коронапэе есть написано банки, как и принимать, но там написан был Яндекс.Банк и Юмани, это по всей видимости разные банки, я так и не понял. Ну и Сбер, он тоже там под санкциями, короче, попался. Люди, которые там тоже пришли, помнишь? Ну, вот эти, которые нам показали. Они тоже Озон-карточка. Да, я и говорю, что Озон, это получается глоток воздуха. Ну и бланк можно взять с собой и дома его написать, и все, и туда прийти, и сидеть. В принципе, они комфортные, мне понравилось, она все подсказала. Она берет сама переводчик, сама переводит, чтобы тебе было понятно. Но переводит она, правда, на английский. Но мы ее на русский не просили, так все ясно. Или она на русский переводила, я что-то уже и не помню. У меня уже английский с русским смешался. Ну, она сейчас переводилась, так переводилась. Получается, нам надо вот эту сумму, чтобы узнать курс в рублях реально, чтобы двойной конвентации избегать, надо разделить на вот эту сумму, которая была потрачена 8568.53. Получается, что на 1 рубль можно купить 272 донга. Получается, здесь 272 донга, это то, что мы купили. А если брать курс, то вот, 281.57. То есть, грубо говоря, на 10 донгах меньше от среднего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова